В тот самый случай, когда говорят, да, конечно, это спецслужба, но это правда, возникает вопрос. Когда испытания пройдут? Россия решила не ждать и сразу запустить ее в оборот. Со словами, мы тут первые. Не первые. Можно отмахиваться, можно рассказывать, что это все сказки. Хотя они думают, что хотят, так не могут же. Просто сказать, что хуже некуда, хотя есть куда. У нас есть много опций еще, у нас есть зомби-апокалипсис, инопланетяне, но мы знаем об этом. Уже полгода Китай живет спокойно, размеренно, в отличие от всего остального мира. Здравствуйте, это Политека, я Инга Мизеря, Александр Мартыненко, директор агентства Интерфакс Украина, мой гость. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Вот конкуренты Forbes пишут, что совокупное состояние более 2200 миллиардеров в мире с начала года выросло на 1,9 триллиона долларов, несмотря на пандемию. По состоянию на 11 декабря капитал богатейших людей мира оценивается в 11,4 триллиона, это на 20% больше, чем их совокупное состояние на конец прошлого года. 60% на 60% стали богаче китайцы. И вот Илон Маск тоже заработал свои 110 миллиардов. А что Украина? Почему мы не нарастили? Ну, честно говоря, мне очень трудно представить себе 2000 миллиардеров, собранных одновременно, например, в одном зале. Хотя, я думаю, что многие мечтают, чтобы не собрались там, и там от всех их одновременно и решить эту проблему. А что с Украиной? Да с Украиной все нормально, потому что мы, в принципе, не богатеем. Не богатеет никто у нас. В этом смысле олигархи недалеко ушли от народа. В этом смысле. Потому что, в общем-то, и люди не богатеют, но и они тоже нет. Потому что они же, я имею в виду тех, которые, не те, которые воруют из бюджета регулярно, тех, которые разбогатеют. А те, кто занимается бизнесами, те, кто строит какие-то системные истории, они богатеть не могут, поскольку страна в кризисе. Кроме воров, воры, да, кроме воров, все остальные. Но бюджет-то становится меньше, соответственно, дыры больше. Ну, бюджет становится не столько, что меньше, примерно такой же, как и был. Нет, дефицит бюджета становится больше, доходов становится меньше. Ну, доходов, скажем так, есть расходы, которые не покрыты доходами, да, которые, скорее всего, не будет. И это правда. Ну, как я уже сказал, что, в принципе, можно же разбогатеть и на любых расходах, в том числе, если их не так много, все равно можно разбогатеть, если ты вор. Вот, но, в общем и целом, стагнация есть стагнация. А мы в стагнации, да, все-таки пандемия ударила сильно. И, кстати говоря, если мы уже говорим об этом вопросе, то по китайцам, в общем-то, у меня вопросов нет, поскольку у Китая на самом-то деле никакой пандемии нет. Вот, мы же не забываем, да, потому что уже полгода Китай живет спокойно, размеренно, в отличие от всего остального мира. И торгуют масками. Да, всем, чем угодно. Вот, и весь мир это все покупает. Поэтому с ними-то все хорошо. А вот, что касается тех людей, которые работают в странах, которые пострадали сильно, например, по американцам есть большие вопросы, ну, кроме маска. Я думаю, что они тоже не особенно поднялись за все это время, кроме тех, кто торгует действительно медицинскими препаратами и вообще любой техникой, оборудованием. Там, да, там, я думаю, много. У нас, так сказать, таких нет. Практически, как известно, мы же ничего сами не производим, мы только покупаем. Байден, победа его, это потому что кризис? Нет, Байден, потому что устал люди, устал народ от Трампа. Трампа было очень много все это время. Ну, во-первых, он, скажем так, попал не во все, и никогда не попадал в ожидание большинства американцев. Просто тогда это был такой протест против Хиллари, против клана Клинтонов. В 16-м году был, скажем прямо, не очень удачный кандидат от демократов. А с ним произошло примерно то же самое, что и Саакашвили в своем мире в Грузии. Как мне рассказывал один грузинский товарищ в свое время, почему не избрали Саакашвили в последний раз, когда он еще избирался. Ну, потому что он всем, от него все устали. Потому что грузинский характер предполагает медленную, размеренную жизнь. Миша был очень активным, он там мотался по всей стране, мелькал, мятешил, и народ от него устал. Я думаю, что люди устали жить, даже те, кто голосовал в 16-м году за Трампа, многие устали жить в ожидании твитов. Потому что все-таки жить от твита к твиту, тем более, что их есть в день штук 40, это не очень комфортная среда. Владимир Зеленский не пошел ли по этому же пути? Ну нет, он спокойный. В отличие, по сравнению с Трампом, он просто спокойный. Я имею в виду видеообращение? Спокойный и уравновешенный человек. Нет, ну что, сколько там этих видеообращений. Сначала, да, было часто, потом стало мало, потом пообещали опять часто, но опять их мало. Поэтому время, времени они какие-то, нам обещали раз в неделю, по-моему, уже две недели их нет. Ну, потому что настроения нету. Вот, и это не тот случай. Это как раз раз в неделю в виде обращения, это как раз стремление действительно там показать, что я близок к вам, ребят, всем. Я вас помню, я с вами разговариваю. С вами никто не разговаривал, а я буду. А обращаюсь к каждому, беспосредников. Ну, помню, всю эту историю общения с народом, беспосредников. Да, и это многим нравится, кстати говоря, потому что действительно ты видишь совершенно живого человека, хоть и президента, который с тобой разговаривает твоим же языком. Сейчас проходит акция SafeFob, да, ну, физлицо-предприниматель на русском языке ФЛП. Как вы думаете, это начало революции? Да нет, никаких революций не будет. Во-первых, потому что, ну, есть, как я говорил, есть две взаимоисключающие гипотезы. Первая, что у нас все Майданы связаны с Януковичем в стране. Ну, нет Януковича, нет Майданов. А вторая заключается в том, что один Майдан на поколение. То есть, раз в 10 лет, пока вырастает новое поколение, которое проехал тот Майдан, зачарование. У предыдущего немножко про него все забыли, и опять есть желание что-то поменять. И то, и другое пока не доказуемо, а жизнь покажет, правда ли это. Но, во всяком случае, сейчас никакого настроения в обществе, даже в относительно узкой его части, которая всегда выходит на Майдан, и на Майдан же выходит не общество в целом, да, а только активная часть. Так вот, желающих это сделать сейчас, активистов, совершенно недостаточно для того, чтобы это было массовое объявление. А это, вот это чисто технологичная история по поводу с Эйфоп, я в этом практически убежден. Да, проблема есть, но, как мы прекрасно знаем, многие эти самые Эйфопы, то есть обычные люди, предприемцы, они спокойно или неспокойно, но с трудом, но тем не менее выживают. Кто-то работает в черную, кто-то работает в серую, значит, и будут работать, кстати говоря, в черную многие, поскольку у нас средства контроля за предпринимателями не успевают за их фантазией. Но мы же понимаем, что когда есть запрос народа, а без сомнения многие физлица-предприниматели недовольны теми законами, которые были приняты, недовольны карантином, то есть политики, которые, в принципе, хотят на этой волне сделать, ну, так называемое, то, что у нас принято называть реванш. Но сейчас ведь очень много политических сил разных, совершенно с разной идеологией, которые хотят показать Зеленскому, кто здесь хозяин. Вот насколько это может повлиять? Понимаете, они думают, что хотят, да к ним могут же. Потому что все его оппоненты, они, если бы они были там в уровне их популярности, поддержки раза в два больше, чем у него, тогда, конечно, да. Тогда можно было с ним разговаривать с позицией какой-то силы, там, что за нами люди стоят и так далее. Вот свеженькие рейтингы, посмотрите, и все, видите, да, пока не... Зеленский везде побеждает, и как разочарование года, и как политик года. И как политик года, и поддержка у него самая высокая. Что бы там ни говорили, вот пока никто не приближается. Они где-то там стоят в стране. Это раз, во-вторых, вся эта его оппозиция к нему, она регионально разделена. А у одних на востоке, у других на западе. Поэтому критическая масса для того, чтобы... И самое главное, другое, и самое главное, непонятно. Ну, хорошо, ладно, убрали. То есть, когда речь шла о том, что надо убрать Януковича, все прекрасно понимали, что, да ладно, убрать, а там видно будет. А там на 100-х, то ли счастливые завтра. Но все равно еще хуже не будет, считал народ. Ну, спросите у людей на улице, вот уберите Зеленского, точно будет лучше? Никто вам не ответит, да. Ну, кроме приверженцев одной политической силы и второй, который там находится рядышком. Но общественного запроса на то, что вот уберем Зеленского и станет сразу всем хорошо, это же ведь на самом деле его подпирают те люди, которые уже были. Это же история прошлого. И я имею в виду, с одной стороны, это АПЗЖ, с другой стороны, европейская соединенность. Это все история прошлого. Одна далекого, второго не так далекого. И спросите, опять же, у людей, а есть у них желание вернуться назад? Нет. Есть желание чего-то дальше идти куда-то? Есть желание что-то, ну, может быть, не такого? Может, там, раздерогался народ с ним, да, думали, что он будет другой, хотя я не знаю, кто об этом думал, на основании, собственно, чего. Поскольку, на самом деле, он какой был такой, остался в Зеленском, я имею в виду. Но многие надеялись, что он окружит себя профессионалами, который, то есть, он, как человек-романтик, с чистыми намерениями и желанием бороться, и рядом профессионалы, незапятнанные, которые будут ему в этом помогать. Я совершенно не понимаю, на основании чего народ считал, что романтик обязательно окружит себя профессионалами. Он же романтик. Он же не в отделе кадров работал, не в HR-компании. Нет, ну вы же помните, я говорил, что там Нобелевский лауреат должен быть премьер-министром. Ну, то есть... Ну, правильно, он-то должен быть, но кто ж туда пойдет, да? Он же столкнулся с тем, что да, люди-то, наверное, есть. И Нобелевский лауреат есть. Просто не хочет никто идти премьер-министром, в частности. И на другие должности мало кто хочет уже. Поэтому это реальность. У меня, например, людей никогда никаких не было. Я прекрасно понимал, что, особенно такими темпами, как я ими не собирал себе команду в прошлом году, что там, на самом деле, окажутся всякие, окажутся романтики, проходимцы, аферисты, профессионалы и непрофессионалы. И Солянка будет такая сборная, что сформированной политической силой у него не получится. И вообще команда не получится. Потому что команда у него есть узкая, с которой он жил еще в квартале, от которой пришла 5-6 человек. Вот это его команда, а все остальное нет. И ей, кстати, такая команда не стали. И это, на самом деле, его проблема. Вот сейчас снова о цифрах. Последний социологический опрос компании «Рейтинг» 28-30 ноября. 58% украинцев поддерживают введение локдауна на новогодние праздники. 40% против этого. Но вот у нас по большинству вопросов в стране раскол 50 на 50 или 60 на 40. В чем вообще наша проблема? И как нам из этого выходить? Ну, в общем, во-первых, не совсем по всем. По многим вопросам. Нет, конечно. Если вопросы, нужно ли опускать тарифы, то, конечно, нужно. Нужно ли поднимать все зарплаты, то да. Но я вам скажу, что 60 на 40, фактически это тоже большинство одних и большинство других. У нас бывает действительно 50 на 50 очень часто. Да, но вопрос же есть агрессивное меньшинство, понимаете. Оно очень часто решает вопросы. Что было с елкой, например, в Киеве, да? Ну, это той еще елкой или этой? Нет, с этой елкой. С этой елкой. Нет, с этой елкой. Я не предлагаю сейчас вводить в дискуссию по поводу шляпы. Да пусть шляпы, звезды висят, что угодно, никого вообще не валуют. Только такой задумчивый фейсбук. Так вот, ну, потому что это демократия, да. Потому что, на самом деле, в демократических странах единство бывает редко. Особенно сейчас проведите такой опрос в любой стране европейской. Там будет то же самое. Ну, вот. И там тоже будет бизнес, который и меньшинство большинства, там меньшинство действительно агрессивное. Я же, знаете, что там творится на всех этих демонстрациях, митингах по поводу локдауна. Но там народ бьют. Там народ дерется с полицией. Бодометы. По полной программе. Да, да, да. Поэтому я не могу сказать, что это совсем нормально, но это объяснимо. И поэтому у нас еще все достаточно тихо. Другое дело, что если в цивилизованном мире, да, у государства есть возможности компенсировать хоть как-то, да, бизнесовые потери, у нас нет. Всего того же страна не очень богатая, денег нет. И поэтому там локдаун месячный в Германии, например, да, он принесется легче, чем двухнедельный у нас. Я имею в виду людьми, которые реально что-то делают. И продают товары. Но вот власть подумала, она же тоже не старается прислушиваться, в том числе и к активной части населения. Он подумал, и поэтому у нас не будет новогоднего локдауна. Хотя он подразумевался и планировался. Вот вы думаете, что полностью шаг назад сделают даже три и отменят локдаун? А я, кстати, не исключаю, что, во-первых, ну, отменить полностью нет. Просто один из депутатов уже «Слух народа», Алексей Устенко, он уже говорил о том, что может и не будет. А полностью нет, да, может и не будет, а может и будет. Это сейчас никто не знает вообще, потому что все это, вот принятие таких решений за месяц, за месяц до, это абсолютно бессмысленная вещь. Но откуда они узнают, что будет, какая будет ситуация, там, допустим, там, уже 4-5 января. Ну, и мы не узнаем, потому что в это время тесты делать никто не будет. Да, или народ будет гулять сам по себе. А болеть, конечно, будут. Ну, вот, плохо, конечно, объявлять этот локдаун сегодня на завтра. Это действительно не очень хорошо, как помню, как было весной, да. Но точно так же бессмысленно объявлять учиться за месяц вперед. Логика, я думаю, была простая. Действительно планировался локдаун с 29-го, примерно, там, до 15-го, 29-го декабря по 15-го января. Как это, в общем, европейские страны даже приблизили это дело, вот начали сейчас и закончили в середине января. То есть на все рождественские новогодние каникулы. Что абсолютно логично и понятно, потому что в это время страна, в общем, и так не очень работает, и потери было бы меньше. Но пришел бизнес, я имею в виду торговый, мне сказали, люди, у нас проблема, у нас это новогодние праздники, это единственная возможность хоть что-то заработать, дайте нам заработать. Ну да, планировали сначала с 24-го, с 23-го, сказали, хорошо, с 29-го. Потом пришел, наверное, еще кто-то и сказал, не, это мало, давайте мы заработаем по полной программе. Вот, и решили в итоге сделать шаг на встречу бизнесу и сделать его вот с 8-го числа. 8-го числа хозяева этого бизнеса спокойно сядут на самолет и улетят в Дубай, недельки на три. А вы тут разбирайтесь со своим локдауном, как хотите. А продавцы поедут в Египет. Мы, ну, много экспертов критиковало Швецию, которая, в принципе, для себя экономику выбирала, вместо того, чтобы уходить в локдаун. Мы сейчас, в принципе, тоже идем уже таким путем? Да нет, мы идем своим, потому что в Швеции это же было осознанное решение в свое время. А у нас все решения спонтанные и делаются на ходу. В зависимости от того, как на это народ смотрит, действительно какие-то там, что люди говорят, что бизнес говорит. Ну, в общем, короче, все это так на ощупь. Вот, ну, на самом деле, действительно принято это шведами решение. Оно такое было сомнительное, хотя по весне оно себя оправдало. Сейчас, как выяснилось, не очень, потому что все-таки волна ее догнала. А тут все делается, еще раз говорю, вот просто на ходу. Вот, никто у нас никаких осознанных решений не принимал. Еще раз говорю, если бы это было решение осознанное, конечно, надо было делать вот с середины декабря до середины января, опять же, когда и так проходят праздники. Но, еще раз говорю, вот выяснилось, что торговые сети, рестораны и все остальные победили. Я их совершенно понимаю прекрасно, потому что, действительно, надо зарабатывать деньги. Деньги получать, все, как полагается, жить надо как-то. Вот. Но, тем не менее, все-таки мы за это заплатим, конечно, дополнительными проблемами в будущем. Уже Британия, Россия, Штаты сейчас начали активно вакцинироваться. Для Украины это вопрос совершенно непонятный. С одной стороны, мы не хотим покупать российскую вакцину, которая вроде должна раньше, чем все остальные, пройти третий тур испытаний. Посольство Соединенных Штатов очень переживает за наше здоровье, поэтому, говорит, вы ни в коем случае не покупайте. Что касается Pfizer и всех остальных, мало того, что клинические испытания там ближе к 2023 году полностью закончатся, обещают нам только 8 миллионов доз. Пока гарантированно. Украина себя ведет неактивно? Или мы опять боимся всех вот этих вот колебаний, и что скажут в народе? Что вообще происходит здесь? Смотрите, ну, во-первых, испытания, конечно, будут продолжаться еще года полтора-два, но основная фаза, основные три фазы клинических испытаний, первые две, они короткие, третьи находятся полгода. Россия не первая, российская вакцина не первая, которая их начала. Она их первая зарегистрировала, но это не значит, что они первая создала. Первыми были созданы китайские вакцины. И началось это испытание, примерно одновременно делали Pfizer и Moderna, просто они ждали вот эти полгода, когда испытания пройдут. Россия решила не ждать и сразу запустить ее в оборот. Со словами «мы тут первые». Не первые. Это раз. Два, это где тут мы в этой всей истории. Мы в этой истории, на самом деле, я думаю, со странами третьего мира приблизительно. То есть мы не в Европе, не в России, конечно. В принципе, конечно, те вакцины от Pfizer, Moderna и та, которая будет AstraZeneca и европейская вакцина, имею в виду, в принципе, они, с моей точки зрения, максимально корректно проходят все испытания, все стадии. То есть они до этого момента, до окончания никуда ее не выпускали. Больше того, каждый случай проблемный. Там люди болели иногда, там добровольцы некоторые умирали. Они, на самом деле, аккуратно останавливали все эти процессы и доводили их до конца. А поэтому уверенность есть. Как вы понимаете, по России, к огромному сожалению, у нас нет никакой уверенности, нет никакой информации. Мы бы никогда не узнали, если бы там что-то случилось с каким-то человеком, который появился. Поэтому доверия к вакцине Pfizer, Moderna и будущей AstraZeneca, конечно, больше. Другое дело, что их будет непросто получить. Министр Степанов сказал как-то о том, что надеется на получение первой партии вакцин по системе Акобекс, которая занимается раздачей вакцин, но он сказал слово февраль следующего года. Я думаю, что реально это, конечно, март следующего года. То есть это еще три месяца, которые нам надо будет с этим всем пережить. Я не исключаю, что вакцина российская будет заходить в Украину нелегально. Ну, собственно, она уже заходит нелегально, насколько я знаю. И все желающие на черном рынке будут ее покупать и пользоваться. При этом без всяких гарантий, что это настоящая вакцина. Потому что она будет покупаться на руках, как известно, без всякой гарантии, что она и есть. Тоже самое, кстати, будет касаться вакцин Pfizer и Moderna. Как должно тогда государство реагировать, если вот всем и так понятно, что вакцину будут завозить? Сейчас Российская Федерация говорит, ну, давайте у себя ее производите, мы даем лицензию. Не будут производить. Это уже однозначно и это уже понятно, это раз. Во-вторых, во-первых, потому что у нас нет достаточных мощностей. У крупных компаний есть, у очень крупных. Но они этого делать не будут, не будут. А что касается завода Biolac, о котором говорил руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, это Харьковский завод, то он тут же буквально через несколько часов взял и сказал, что ничего подобного нет. Это блеф. Не, они сказали, что они могут теоретически ее изготавливать. Не, теоретически могут, а практически нет. Вот поэтому, не, он сказал, что уже запущено производство просто. Не, не, что у них есть мощность и если надо, они могут. Не, там он сказал, что уже начали производить. Не, я цитирую сам завод. А, сам завод, да. Поэтому этого не будет. Я думаю, что государство будет смотреть на процесс завода российской вакцины сквозь пальцы. А вот, типа, пожалуйста, кто захотел, тот сделал. Легально, массово, в поликлиниках, в больницах, где-то еще в пунктах, ее вакцинировать не будет. А будут на дому, там ходить какие-то медсестры, я хочу надеяться, что это будут медсестры, а не слесари. И которые будут делать, значит, вот эту вакцию. Давайте вот немного еще о России поговорим. Вот какие там процессы происходят. Вот сейчас вот это вот желание своей вакциной одарить весь все постсоветское пространство. Ну как одарить? Продать, да? Вот. Или дать возможность производить, конкурировать с Америкой, с Европой. Вот. Насколько это им вообще поможет? И насколько это отразится на Украине? К огромному сожалению, вот эта гонка за вакциной в российском исполнении, оно как бы несет две черты основных. С одной стороны, это надо утвердить о том, что российское оружие, чуть не сказала, российское лекарство лучшее в мире. И самое первое в мире сегодня, насколько, не сегодня, как-то Владимир Путин сказал о том, что вот мы же лучшие, мы же первые. Еще раз подтвердил. А то у них там на Западе всякие проблемы с вакцинами, вот они к нам уже обращаются. Поэтому мы им поможем, конечно. Ну у нас уже все есть. Хотя, еще раз говорю, они не первые. Это раз. И два, с другой стороны, это бизнес-проект, которым занимается Российский фонд промышленных инвестиций. И вся история с этой вакциной, она очень напоминает рекламу стирального порошка. То есть, как подвижение на рынок стирального порошка, знаете. Мне кажется, это не очень как-то даже по-человечески. Потому что речь идет не просто о каком-то продукте, который должен завоевать рынок. А речь идет о средстве, которое должно спасти жизни людей. Поэтому оно должно им не навредить, как минимум, а как максимум помочь. Мы вот тут, при этом я прекрасно понимаю, что в России есть лаборатории, врачи, которые могут ее создать. Действительно могут. Ну, создали новичок, а создадут и вакцину. Ну, хорошие, действительно, есть хорошие специалисты, есть хорошие доктора, все понятно. Но еще раз, то, как это делается, мне просто кажется, снижает доверие к этому продукту у очень многих. Если бы это была спокойная работа, примерно, как это делается во всем мире, да, ну, провелите испытания, не спешите, ребят, закончите их, ничего страшного. Если это будет через два месяца, а не прямо в сентябре. И после этого спокойно запускайте ее на рынок. Ничего страшного, подождут люди, как это, опять же, это делается во всем мире. Владимира Путина, когда спросили, а почему он до сих пор ее не сделал, он сказал, ну, до меня еще очередь не дошла. Ну, вот. Народ, конечно, весь услышал и понял, ну, конечно, он уже в очереди стоит. Конечно, как же он может раньше других вакцинироваться? Сначала одна категория, потом другая. Вот Владимир Владимирович в другой категории находится. Премьер-министра России, правда, он вакцинировал, по-моему, не глядя, и вот тот без всякой категории взял и принял. Он, наверное, на нем тренировался. Так вот, вот эта проблема действительно большая с этой вакциной. Ну, опять же, понимаете, это все, это действительно игра ближайших месяцев, об этом будет много говорить, и много обстоятельств, вот как это так, украинское государство не жалеет собственных людей. Ну, правда, говорят о том, знаете, об этом, как правило, люди, которые, в общем, вакцинироваться не собираются. Мы знаем, что около 40% людей, как минимум, да, они считают, вакцина, это все от лукавого, это все разновидность чипирования, как известно. Вот, правда, они считают, наверное, чипироваться российской вакциной лучше, чем западная, потому что она вроде как своя, но все равно чипирование. Поэтому надо спокойно, мужественно, переждать, переболеть, а там как Бог даст. Даст, выживем, не даст, не выживем. Расследование Навального по поводу собственного отравления, ну, точнее, расследование Биллингетт и других изданий в топе, в тренде номер один на Ютубе каждый день добавляется по несколько миллионов просмотров, даже Путина спрашивали во время пресс-конференции, да, об этом. Насколько это вообще влияет не на Ютуб по аудиторию, а на российскую верхушку и на состояние вообще политикума российского? Я думаю, сильно влияет, не зирая на их оптимизм, на том, что это все сказки, это все смешно читать, смешно читать, читать это не смешно, а познавательно, как минимум. И, конечно, тут, кстати говоря, я считаю, Владимир Владимирович прав, потому что, конечно, говорить о том, что это исключительно журналисты-расследователи делают, и Беллинкет, и прочие представители медиа, я при всем глубоким уважением, абсолютно серьезно, я все-таки считаю, что у них нет таких возможностей, таких рычагов, которые были использованы при этом расследовании. Он говорит, это же спецслужбы. Да, это, наверное, спецслужбы. Да, наверное, западные. Но, тут самым... Ну, ну, в России это объяснить проще, потому что, раз это спецслужба, значит, война против России, значит, это уже враги, значит, короче, ерунда. Значит, это уже не имеет значения, правда, или нет? Да, для России это не имеет значения, а во всем остальном мире, и для российской верхушки, тоже, конечно, имеет. И то, как это все, в общем, это расследование было сделано, сделано профессионально, высококачественно, и очень, в общем, логично. Осталось нелогично, непонятно, для меня, как минимум, это мотивация, конечно. Но, знаете, нам трудно понять иногда людей, которые находятся в долгое время, я сейчас даже не про Путина, в общем, людей, которые находятся рядом с, президентом, я не знаю, может, это и он был, не знаю. Но, во всяком случае, вот где-то далеко и долго, да, они находятся вверху, там где-то у власти, рядом, что-то решают, это просто у них логика совершенно другая. Я не могу понять ее, никто не может понять, из простых людей. Поэтому, ну, как это сделано было, да, там все очень красиво, красиво, логично, можно отмахиваться, можно рассказывать, что это все сказки, вот, но, тем не менее, я думаю, что это расследование будет висеть какое-то время над всей, вот, над многими людьми, которые сейчас там находятся в руководстве России. Когда убили Немцова, тоже об этом много говорили, в конце концов, в принципе, все забылось, и сколько говорили, вот, каждый раз, когда что-то происходило, говорили, Путин будет нерукопожатным, и ничего такого не происходило, ни за Крым, ни за Донбасс, ни за убийство, ни за попытки убийства. Почему? понимаете, с одной стороны, нельзя сказать, что ничего не изменилось, все-таки и тональность изменилась, и контакты прекратились многие, и не зря говорят о, там, какой-то холодной войне, два, да, это не в чистом виде, но ее признаках, это правда. Поэтому, конечно, мир изменился, начиная с 2014 года, и Путин, конечно, не то, чтобы совсем нерукопожатный, но с ним мало кто встречается, и редко разговаривают. Абсолютно его сделать нерукопожатным, о нем забыть, его там, заколотить Россию досками, и забыть туда вход, страшно, всему миру страшно, потому что, все-таки, это не, там, не Северная Корея, да, маленькая, и там страшно, но она хоть маленькая, а тут огромная страна с седерным оружием, поэтому, конечно, а еще с нефтью, газом, и плюс с энергоносителями, да, которые так или иначе куда-то поставляют, и, которые, собственно, действительно, в той же Европе, у которой много, много разных друзей, хоть не при власти, но где-то там рядом. И, на это, конечно, никто особенно не пойдет, но, все-таки, я считаю, что 2014-2020 год, вот весь этот дрейф движения России, и остального мира друг от друга, это взаимное движение, кстати говоря, это не тот случай, когда мир взял и отвернулся, или Россия отвернулась, нет, они отворачиваются совершенно одновременно. Этот процесс, он идет, и я не вижу пока конца его и края, он идет не так быстро, как хотелось бы многим в Украине, конечно, но, с другой стороны, не очень, непонятно, что бы мы выиграли, если бы он был в течение, там, был моментальным, в течение полугода, я думаю, было бы больше проблем. Вот в том вопрос, чем хуже может становиться Россия, тем агрессивнее она будет в отношении Украины, тем хуже будет она. Такая опасность всегда есть, и многие европейцы и американские аналитики, конечно, ее высоко оценивают, что это может быть, что не стоит действительно забивать все двери и все окна в общении, и закрыть все на замок, и забыть. Во-первых, это невозможно, все равно надо жить с этим всем, а вместе с тем не реагировать совсем никак, и делать, что все как было, тоже нельзя. Поэтому, собственно, вся эта история, они пришли к выводу, вся история таких точечных санкций против конкретных людей, против отдельных отраслей, мы ожидаем сейчас все решения, например, еще суда арбитражного лазанья по поводу российских спортсменов, например, и так далее. Вот все вот эти точные вещи, это с одной стороны, вроде как реакция такая, она не очень значимая, скорее символичная, а с другой стороны, она, в общем, честно говоря, убьет сильно по возможностям многим, ну, например, в отношении Крыма, мы же прекрасно знаем, что ни один бизнес российский, себя уважающий, который имеет возможности выхода на запад, в Крыму не работает. и что бы там ни говорили, это проблема, да, поэтому сказать, что это, ну, вот, избран такой вот промежуточный путь жизни с Россией, то есть мы ее, конечно, не любим, никаким образом, но мы про нее не забываем, мы не можем, еще раз, от нее отгородиться, закрыться и забыть про нее. Что будет с новой администрацией Байдена, жизнь покажет, пока я не готов сказать. Просто слорадствовали, что Путин, в конце концов, поздравил Байдена, а оттуда как-то не ответили, но если вспомнить, вспомнить ситуацию, что, в принципе, Крыма, мы контроль над ним потеряли, во время демократов, как раз, это был Обама, конфликт на Донбассе, и очень слабая реакция, точно так же начался при Обаме, потом республиканцы, теперь опять демократы, вот насколько мы можем ожидать, что они будут еще активнее, чем республиканцы? На самом деле, да, демократическая администрация Обама совершила очень много ошибок. Я считаю, в 2014 году, и их можно долго перечислять, они были абсолютно не готовы к этой ситуации, и принимали решения спонтанно, а часто вообще не принимали никаких решений, и ждали, чем дело кончится. И, конечно, это была совершенно такая реакция реактивная, не проактивная, а реактивная. Мне кажется, что на Штатах все-таки, знаете, принято там учить уроки из собственных ошибок, извлекать уроки из собственных ошибок как-то, это первое. Второе, все-таки, мне кажется, администрация Байдена, это не администрация Обама, это немножко другие, это по духу те же, но это люди гораздо более практичные, мне представляется, это все исходя из того состава, который предправляется. Поэтому, чего там точно нет уже, так это наивности, и присущие многим тогда, и с идеей типа, ну, может, оно как-то все рассосется, ну, может, они заберут Крым и на этом успокоятся, да, ну, вот, может, так-то так и будет, а, ну, ладно, ну, и Донбасс, и все, правда же быть, да, ну, и так далее. Сейчас ситуация, конечно, другая, хотя, хотя, на самом деле, правы и те, кто говорит, что у Байдена, безусловно, больше степени свободы по отношению к России, чем было у Трампа, потому что любой шаг Трампа, как известно, в отношении на встречу России, даже, это совершенно безумная встреча в Хильсинге, которая все время была единственной, вот, даже это, как известно, воспринималось как изменя на родине. Байден может себе позволить больше без обвинений в измене родины, я скажу больше, он, скорее всего, даже это себе позволит, и скажу больше, я думаю, что в следующем году будет встреча с Байденом и Путиным, но, я думаю, что мы все, начиная с февраля, когда администрация окончательно определится с тем инструментом, что они хотят, что-нибудь делать, не раньше, когда ГАЗДЕП уже заполнится людьми новыми, и вот тогда мы поймем, насколько ответ администрации Байдена на Россию, на этот вызов, насколько он будет а, реалистичным, а б, эффективным, и, ну, желательно, конечно, полезным для Украины. Журнал «Тайм» назвал 20-й год худшим в истории, вы с ними согласны? Знаете, я не жил в давние-страдавние времена, мне трудно, честно говоря, сравнить его, даже с 1918 годом, говорят, он тоже был непростой. Поэтому, кстати говоря, автора журнала «Тайм» тоже. Поэтому, скажем так, на жизни нашего поколения, вот я взрослую свою жизнь, ну, наверное, худшего года, наверное, не помню, хотя, что там было в 60-е, мне сказать, вспомнить сложно. Например, времена дефицита товаров в Украине были тоже непростые в конце 80-х, начала 90-х. Но на нашей жизни, наверное, да, худший, и по теории вероятности, в общем, следующий должен быть, наверное, все-таки не таким. Лучше. Ну, я бы, можно было просто сказать, что хуже некуда, хотя есть куда. В конце концов, у нас есть много опций, еще у нас есть зомби-апокалипсис, инопланетяне, но мы знаем об этом все. У нас есть много разных вариантов в мире потопа, землетрясений. У нас еще пару неделек впереди. Землетрясения, ну, да, и, конечно, две недели этого года, который, может, до конца еще не раскрылся. И что-то нам приготовило в конце. Кто-то где-то сейчас жарит летучую мышь. Но, в принципе, так их постоянно жарят. Дело в том, что просто мышь такая попалась в один раз, некачественная. Но, в принципе, мне бы еще хотелось надеяться, что следующий год будет, знаете, как 45-й. Когда начинал 45-й, кстати, никто не был уверен, как мне рассказывали, мы еще бабушки с дедушками, о том, что вот прям победа будет именно в этом году. Я, кстати говоря, сразу не имею в виду победу всего мира нацизма, а не только Советского Союза. Никто не думал, что это будет именно в этом году. Они чувствовали, что вот-вот оно приближается, но когда это произойдет, никто не понимал. Может, еще год думали, может, еще два надо будет. Вот примерно та же самая история сейчас, потому что, как бы, есть такое ощущение, что вот, наверное, как-то к лету мы, наверное, все-таки вернемся в старую жизнь, те, кто выживет, к сожалению. Но полной гарантии, конечно, этого нет. Но, тем не менее, оптимизм, да. С третьей стороны, хочу сказать одну вещь, мы не вернемся в старую жизнь, потому что жизнь никогда не будет той, которая будет после этого, потому что мы получили новые привычки, мы получили новые проблемы, мы изменились, многие из нас будут нести вот эти новые привычки и дальше, в следующую жизнь. Хотя, я себе только представляю, что будет, конечно, для тех, особенно, знаете, людей, которые привыкли общаться вживую, а не в онлайне, и не играть в компьютерные игры, много, вот, конечно, для них открытие, вот первый день после, вот день победы, вот этот, который я сказал, вот, будет примерно, наверное, как в 45-м, как, опять же, мне бы, было совершенно несколько дней беспробудного восторга, вот, я думаю, что у нас тоже впереди, в некоторой части льды, беспробудный восторг, с гуляниями, путешествиями, ряд людей, которые привыкли ездить в отпуска, куда-то, где-то отдыхать в другой стране, я думаю, едут на год, и долго мы их не увидим, ну, в общем, такая радость у нас впереди. Александр, большое спасибо, Александр Мартыненко, эксклюзивно для Политека, я, Инга Мизеря, с вами прощаюсь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!